Всем привет! Сегодня я решил записать такое видео, даже не видео, а это будут несколько видео, я думаю штук 5 точно будет. Я решил сделать видео о том, как я собираюсь поднять деньги на чемпионате Европы по футболу 2016 года Евро-2016. Вкратце, кто не знает, это будет проходить чемпионат Европы, то есть только Европы во Франции. В России там, кому неизвестно, участвуют, они прошли. И у меня на Киеве-Кошельке есть определенная сумма, это 1500 рублей, и я уже рассчитал 20 матчей, на которые я хочу поставить деньги. Ну, выйдет по 70 рублей на каждый матч, но у меня будет еще дополнительные 5000, и я буду смотреть все игры, на которые ставлю, и во время игр, если что, я буду закидывать на XBet. Кстати, в XBet я буду ставить ставки, ссылку на программу я могу оставить в описании, на Android и на iOS, а также есть их сайт. Продолжим. И в общем, у меня получится по 75 рублей на каждую ставку, но так как я буду смотреть все игры, на которые я поставлю деньги, я собираюсь во время игры, если что-то будет не так, у меня будет на Киеве-Кошельке 5000, и я их буду закидывать на XBet и ставить еще, чтобы либо поднять больше, либо наоборот, если та ставка не заходит, поставить на ту, которая зайдет, и поднять деньги обратно. В общем, всего тут получается, я ставлю на 20 тигр, всего у нас получается, сейчас скажу сколько команд, ладно, так не скажу. Но, в общем, давайте приступим, вот, первая игра 10 июня на открытии чемпионата, я на нее буду ставить на Францию. Почему на Францию? Ну, потому что ясно, что тут Франция, Румыния выиграет Франция. Албания, Швейцария, я не собираюсь ставить ни на кого, правда, конечно, можно попробовать поставить на Швейцарию, так как у них есть и Брагимович, но это еще отдельный вопрос, я не знаю про эти игры. И пока что, вот, у меня на листке есть список игр, на которые я собираюсь ставить, там этой игры нет. Далее идет, конечно же, Англия, Россия. Ставить я, конечно же, буду на Англию, коэффициент, в принципе, неплохой. Два, ну, поднимем в два раза больше. Одну сумму я уже поставил, еще поставлю. Дальше, Турция, Хорватия ни на кого не буду ставить. Польша, Северная Ирландия тоже не хочу. Германия, Украина. Ну, конечно, ставим на немцев, понятно, там, Нойер, Гетция. Ставим, в общем, на Германию, хоть там коэффициент небольшой, но прикол в том, что именно я хочу поставить на много матчей, еще докидывать, и в конце чемпионата у меня, ну, должно выйти больше, чем... В два раза денег больше, чем я закинул. Желательно. Дальше идет Испания, Чехия. Ставим на Испанию, я посмотрел на них состав, Касси лес возвращается, и я решил, все-таки, буду на них ставить. Ну, и так, в принципе, они выиграли прошлое Евро, так что ставим. Дальше у нас идет Ирландия, Швеция. Тут вообще ни на кого не точно не буду ставить. Если в случае Албании, Швейцарии, я еще думал, может быть, если там в Швейцарии играет и Прагимыч, может, он что-то и сможет, так что еще посмотрим. Может, вот в этих матчах я еще, может, поставлю. Будет, я его буду смотреть, там уже пойму, ставить или нет. Бельгия-Италия. Вот. Очень интересный матч. Я, конечно, понимаю, что после чемпионата мира 2014 Бельгия неплохо играла, но я все-таки болею за Италию. Я верю, что они выиграют Бельгию. И у Италии очень хороший коэффициент, это 3. То есть, например, ставим 100, получаем 300 рублей. Я буду ставить на Италию, смотреть еще матч. И если они будут в коде игры выигрывать, тогда буду еще ставить. Австрия-Венгрия. Ни на кого не буду ставить. Португалия-Исландия. Ставим на Португалию. Рональда. Ну, если честно, я не любитель Рональда, но поставим. Я думаю, Исландия точно не выиграет Португалию. Лишние деньги как бы не помешают. Россия-Словакия. Не хочу тут рисковать. Может быть, все что угодно. Россия может у нас успешно проиграть. Может также выиграть. А может быть, ну, и ничья. Так что я не буду рисковать. Румыния-Швейцария. Такая же... В общем, я вам сразу скажу. Швейцария. Так, сейчас. Подождите. Так, прошу прощения. Я только сейчас понял, что перепутал, что Ибрагимович играет не в Швейцарии, а в Швеции. Так, прошу прощения. Значит, Албания-Швейцария мы не ставим. Франция-Румыния мы не ставим. Англия-Россия ставим. Германия-Украина ставим. Испания-Чехия ставим. Ирландия-Швеция. Ну, вот, видимо, я запишу сейчас в свой список еще одну игру. Ирландия-Швеция. И поставим на нее. Но, скорее всего, я на нее сразу не буду ставить. А поставлю в ходе игры. Так, дальше продолжаем. Так, Бельгия-Италия ставим. Я на Италию ставлю. Бельгия-Исландия ставим на Порту. Так, Румыния. Так, это не ставим. Так, Франция-Албания ставим на Францию. Ну, не знаю. Просто там понятно, что Франция-Албания будет. Англия-Вэри ставим на Англию. Украина-Северная Ирландия. Я на кого не буду ставить. Немцы-Поляки на немцев. Правда, была одна творческая игра, где немцы проиграли Поляка. Но, я думаю, этого они сейчас вообще не должны допустить. И они должны именно чисто, чтобы отомстить за тот раз, выиграть легко. Поэтому ставим на немцев. Италия-Швеция. Так, вообще, Италия-Швеция у меня написано ставить на Италию. Ну, в принципе, в Италии Буфон. А у Швеции Брагимович. Посмотрим на остальные игры. Например, на Ирландию-Швецию, на Бельги-Италию. И оттуда я решу, на кого я буду точно ставить. Чехия-Хорватия. Ни на кого не ставлю. Испания-Турция. Ни на кого не ставлю. А, извините. Ставим на испанцев. Бельгия-Ирландия. Ставим на Бельгию, я думаю. Да, ставим на Бельгию. Исландия-Венгрия. Ни на кого не буду ставить. Португалия-Австрия. Ставлю на португальцев. Швейцария-Франция. Ну, так, да. Ставим на французов. Румыния-Албания. Ни на кого не буду ставить. Словакия-Англия. Ставим на англичан. Россия-Васни на кого не хочу тут ее ставить. Вообще, ставлю на российскую игру только на одну. Англия-Россия, да и то знаю, что Англия будет в этом топ-стан. На Англию я ставлю на все игры. На них. В Северной-Ирландии немцы ставим на немцев. Украина-Польша не ставлю. Хорватия-Испания ставим на испанцев. Чехия-Турция не хочу ни на кого ставить. Венгрия-Португалия. Ставим на Португалию. Ну, тоже я... Я вот, например, у меня есть игры, на которые я уже буду сегодня ставить. Я в них прям 100% уверен. А есть игры, на которые я буду ставить там за день. До игры, в день игры, в ходе матча я буду на них ставить. Потому что я вот точно не уверен. Например, вот, ну, Хорватия-Испания я уверен, буду ставить. Венгрия-Португалия, скорее всего... Ну, на Португалию ставим должно. Швеция-Бельгия. Ну, вот она у меня записана на моем листике. Но я еще не знаю, как играть будет в Швеция. Сможет ли что-нибудь Ибрагимович вытворить один из команды? Сложится ли у него командная игра? Но посмотрим. Пока что, я думаю, ставить на Бельгию. И на этом, получается, у нас заканчивается плей-офф. Италия-Ирландия ставим на итальянцев. И пока что это все. В общем, на этом я хотел... Это было первое видео. Хотел вам рассказать, на что я хочу и готов поставить. Пока что ждите новых видео. Я думаю, они выйдут скоро. Если на этом видео наберется 10 лайков, тогда я выпущу видео, как ставить, для тех, кто не знает. На этом все. Спасибо за то, что досмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите новых видео.